Благодарю Тебя, мой Господь, за этот ночной час, за милости, которую Ты явил людям, продаляя эту жизнь. Пошли добрых миссионеров, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о любви Твоей. Хвала Тебя, наш Господь, слава Тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение, наш Господь Христос. Благодарим Тебя, Иисус. Евангелие от Иоанна, глава первая. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек посланный от Бога. Имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Иоанн свидетельствует о нем. И восклицая, говорит, сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же истины, произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов, спросить Его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили Его, кто же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он ответил, нет. Сказали ему, кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Апостоны были из фарисеев, и они спросили Его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достойно развязать ремень и обуви Его. Это происходило в Вифаваре при Ордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть, о котором я сказал. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн, и двое из учеников его, и увидав идущего Иисуса, сказал, Вот агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надо? Они сказали ему, Равви, что значит учитель, где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе, и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему, Мы нашли Мессию, что значит Христос. И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею. И находит Филиппа, и говорит ему, Иди за мною. Филипп же был из Девсаида из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифову из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, Из Назарета? Может ли быть, что доброе? Филипп говорит ему, Пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, Почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, Прежде нежели позвал тебя Филипп, Когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, Ты веришь, потому что я тебе сказал, Я видел тебя под смоковницей, Увидишь больше всего. И говорит ему, Истинно, истинно говорю вам, Отныне будете видеть небо отверстым, И ангелов Божиих, Восходящих и нисходящих К Сыну Человеческому. Аллилуйя, аминь. Доброй ночи. Извините, я немножко могу. Можно вас перебью? Здравствуйте. Так, непонятно, что сказал и ушел. Господи, помилуй нас. Господи, найди новые души здесь И благослови их. Откроем разум к уразумению Писания. Пощади наследие Твое. Господи, пошли добрых благовестников, Проповедников, христианам, Язычникам, иудеям, Мусульманам и буддистам. И всем возвести о любви Твоей. Весь мир, как после пожара, Дымят все. И это предзнаменование Божие. Близко пришествие Господа. И все это кончится. Участь грешников в озере Огненном, Где будет сатана, Мучится день и ночь. И не желает слышать сия, Но этого не избежать. Так говорит Господь. Возвещение о суде Божьем Приближает людей к познанию истины. Ибо начало мудрости страх Господень. Где нет страха Божия, Там гибель для человека. Откроем истину. Пошли благовестников, Христианам, язычникам, иудеям, Мусульманам и буддистам. И всем возвести Господь о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал Сына Своего Единородного, Дабы всякий верующий в Него не погиб, Но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Евангелие от Иоанна, Вторая глава. На третий день был брак в Кане Галилейской, И Матери Иисуса была там. Был также зван Иисус, И ученики Его на брак. И как не доставала вина, То Матери Иисуса говорит Ему, Вина нет у них. Иисус говорит ей, Что мне и тебе, Жена, Еще не пришел час Мой? Матерь Его сказала служителям, Что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, Стоявших по обычаю ощущения иудейского, Вмещающих по два, по две или по три меры. Иисус говорит им, Наполните сосуды водою, И наполнили их доверху. И говорит им, Теперь почерпните и несите К распорядителю пиры. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, Сделавшейся вином, А он не знал, откуда это вино, Знали только служители, Почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха, И говорит ему, Всякий человек подает сперва хорошее вино, А когда напьются, тогда худшее, А ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, И явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. После всего пришел Он в Капернаум, Сам и матерь Его, и братья Его, и ученики Его, И там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, И Иисус пришел в Иерусалим, И нашел, что в храме продавали валов, Овец и голубей, И сидели миновщики денег, И, сделав бищи зверевок, Выгнал из храма всех, Также и овец, и валов, И деньги у миновщиков рассыпал, А столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, Возьмите это отсюда и дома отца моего, Не делайте домом торговли. Присям ученики Его вспомнили, Что написано, Ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, Каким знамением докажешь ты нам, Что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, Разрушьте храм сей, И я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, Сей храм строился сорок шесть лет, И ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес Иисус из мертвых, То ученики его вспомнили, Что он говорил это, И поверили Писанию, И слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме На празднике Пасхи, То многие, видящие чудеса, Которые он сотворил, Уверовали во имя его. Но сам Иисус не верял себя им, Потому что знал всех. И не имел нужды, Чтобы кто засвидетельствовал о человеке, Ибо сам знал, Что в человеке. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Мир вам. У вас какие вопросы есть? Вот так. Никто не нуждается спасением. Найди, Господи, новые души, Погрязшие в этом мраке. Слава тебе, Христе Божий наш. Слава тебе. Благодарим тебя, Христе Божий наш, За грозное предупреждение. Если человек не будет веровать, Он осужден будет. И вот дали эту свободу познакомиться. И все обратили на блуд, На разврат. И устроили здесь Содом и Гоморру. Открой им, Господи, истину, Что поступающие так Не увидят Царствие Божие, Но будут брошены в озеро огненное, Где будет плащ и скрежет зубов, Где будет сатана. Ты умер, Христос, за грехи людей, Но кто верит в это? Кому открылась мышца Господня? Помилуй нас, Боже наш, Помилуй нас. На тебя уповаем, К тебе прибегаем. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна, Третья глава. Между фарисеями был некто именем Никодим, Один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью И сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, Пришедший от Бога, Ибо таких чудес, Какие ты творишь, Никто не может творить, Если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, Истинно, истинно говорю тебе, Истинно, истинно говорю тебе, Если кто не родится свыше, Не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, Как может человек родиться, Будучи стар? Неужели может он в другой раз Войти в утробу матери своей родиться? Иисус отвечал, Истинно, истинно говорю тебе, Если кто не родится от воды и духа, Не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, А рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, Должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, И голос его слышишь, И не знаешь, откуда приходит И куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, Как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, Ты, учитель Израилев, И этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, Мы говорим о том, что знаем, И свидетельствуем о том, что видели, А вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, И вы не верите, Как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, Как только сшедший с небес Сын человеческий, Сущий на небесах. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Спаси нас, Господи, и помилуй! Спаси и сохрани! И как Моисей вознес змею в пустыне, Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, Дабы всякий верующий в Него не погиб, Но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал Сына Своего Единородного, Дабы всякий верующий в Него не погиб, Но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, Чтобы судить мир, Но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, А неверующий уже осужден, Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, Что свет пришел в мир, Но люди более возлюбили тьму, Нежели свет, Потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, Ненавидит свет и не идет к свету, Чтобы не обличились дела его, Потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, Дабы явны были дела его, Потому что они в Боге соделаны. После всего пришел Иисус с учениками своими В землю иудейскую, И там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, Близ Салима, Потому что там было много воды. И приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников Произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, Равви, тот, который был с тобой при Ордане, О котором ты свидетельствовал, Вот он крестит, и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, Не может человек ничего принимать на себя, Если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, Что я сказал, не я Христос, Но я послан перед ним. Имеющий невесту есть жених, А друг жениха, стоящий и внимающий ему, Радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, А сущий от земли земной и есть. И говорит, как сущий от земли, Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, О том и свидетельствует, И никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, Говорит слова Божии, Ибо не меру и дает Бог Духа. Отец любит Сына, И все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, А не верующий в Сына, в Иисуса Христа, Не увидит жизни, Но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Добрый вечер! У вас есть вопросы какие? Да нет, я просто хотел послухать. Все ясно, да? Вот интересно. Что это означает? Вот здесь, вот я нигде не видал. Все, все время пьют, едят и какой-то дым пускают. Но видно, что не папироса, иные с папиросой. То есть совершенно, все же. Ну-ка, разные трубочки какие-то, Только дым много напускают. И при том все. Старый, малый сосуд. Что-то новое изобретение дьявол сделал. Электронная сигаретка. Что это такое? Без этого никак уже и жить не могут. Ужасно. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. А вы разве не слышали до этого, Что Иисус умер за грехи людей и воскрес? Вам так слышно лучше будет, да? Если человек не верит в Бога, Для чего он тогда живет? Не знаю, для себя. У вас микрофон где-то далеко, или что? Почему не слышно так плохо? Для себя живет? Для себя. Ну, а как вот? Живет, живет, а потом помрет. И что дальше? Ничего? Исчез, и все? Ну, да. Интересно как. Для меня это непонятно. А чем тогда человек от животного отличается? От таракана? Как там разумное существо. А откуда же разум-то взялся? У природы нет вума нигде. А откуда же разумное существо? Здорово сказано. А откуда разум-то взялся? Тот, кто его сотворил, Он должен быть разумным и дать разум. Само себе говорит, что есть Бог разумный. И он дал разум. А у природы-то нет разума. И не совести, и у человека совесть бывает. Правда, редко. Это да. Интересно как. Вот человек бы изобрел часы, сделал их, они бы пошли нормально, он взял бы, бросил, давай топтать ногами. Вот так человека Бог сотворил. А зачем, неизвестно. Умер червям корм. Ну, разве это цель? Значит, что-то еще дальше. Ну, маленько-то умом-то шевельнуть. Даже язычники и те верили, что есть загробная жизнь. Два миллиарда мусульман верят точно. Христиан два миллиарда верят. И все писатели, изобретатели, из лауреатов Нобелевской премии, 98% верующие в Бога. Ну, что спрашивать? А нет Бога? А почему нету? Так я что делаю, ни за чего не отвечать. Ну, вот и все. Ни в верности в семье, ничего нету. За время перестройки в России 120 миллионов абортов. Государство убили. Народ исчезает. Исчезает. Менделеев подсчитывал, что если бы не победили большевики, нас бы было 650 миллионов. А сегодня даже 100 не набирается. Полмиллиарда сожрал дьяволу. Нету Бога. Ну, все сказать. Ну, суд Божий, о чем Лермонтов писал, есть Божий суд на перстнике разврата. Вот здесь для разврата люди собрались. Больше ничего нету. Половина раздетая. Процентом 80 мусульмане. У него 4 жены. Я говорю, ты дома-то платишь за все колуем, а здесь даром 44 жеребец на чужих кобыл скакать. Ничего нету за душой. А один блуд и жратва. И непрерывно едят и пьют, едят и пьют все. Вот что же такое сделалось-то? С народа. Так человек по образу Божий сотворенный. Как может опуститься? Что значит молитвы нету? А ты начни молиться. Бог дал оружие. И ты увидишь, как все начнет меняться. Я вот 23 года пришел по Евангелию, хотя с детства верил, что Бог есть, после армии. Меня никто не уговаривал. А мне все открыто. Работаю на море, моряк, учусь в училище. Здоровье отлично, а жизнь пустая. Я жить не хочу так. И тогда Евангелие в руки попало, я понял, вот оно. И опытным путем пришел, исследуя и буддизм, кришнаица, все, что можно было достать. Я понял, Христос это истина. И вот 56 лет иду этим путем. И Господь позволил сколько претерпеть тюрьмы, аресты за имя Божие. А неверующий он какой? Да он никто, он мусор по воде. Никакая не личность. Ему разницы никакой нету. На любую грязь лезет. А вы читали экзотеризм? Ну и что из этого? Ну и как? Да ничего. Это люди кромку света увидят где-то и начинают где-то объяснять, а сами во тьме сидят. А экзотеризм как говорит? Называет даже животных младшие братья, меньшие. Ну столько же фальши в этом. Меньшие, а сам их колет и ест. Ну какие же это братья? Явно дело, что глупость это несусветная. Начало мудрости, страх Господень. Вот главная книга мира. Вот она. Вот она. Святая Библия. В ней все. Как Достоевский говорит. Ничего нет привлекательнее, симпатичнее Иисуса Христа. Если бы Дух доказал, что Христос истина несовместимая, я лучше бы остался со Христом, нежели с истиной. Это когда знает человек, а тем более верующий молится, он ответ получает. Это не просто так. Вот я постоял маленько. Я конкретно молюсь, о чем Господь слышит живую молитву. Живой Бог от живого человека. А не верит Бога. Зачем жить тогда? Для одного момента. Жизнь это мгновение. Мигнула и уже нету. Вот показывает революция, народу много, Первая мировая. И вот все, что показывает, ни одного нет живого. Все ушли в землю. И уже умерло больше ста миллиардов человек от Адама. Миллиардов за согрешение Евы с Адамом. В Адаме все умирают. А во Христе все оживут. Ну, как говорит, в этом мире ничего проста не происходит. Каждое что-то, если произошло, это какой-то знак. Ну, вот какой знак? Человек попал на фронт. Комсомольцы одни были. Я разговаривал с тем, которые воевали. Ну, мне 80 лет, еще я захватил людей тех. Я говорю, верил? Нет, не верил. А если с войны вернулся? С войны вернулся верующий. А почему? Так у нас, говорит, выбивали целый полк, два человека осталось. У меня отец вернулся без руки. Три дяди, все погибли. Что, мама, Господи, помоги. Вот и все. Да, как говорят, за Сталина, за Родину, никто никогда не кричал. Какой Сталина за Родину? Кому эти слова-то? Немец не слышит в окопе. Сзади грохот, а я бы кричал, я бегу и кричу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так ты же комсомолец, не это, говорю, тут уже шутить не приходится. Тут уже все вверх летит и конца нету. А сегодня тем более. Война третья мировая уже перед порогом стоит. Исчезнет ни один, ни два человека, а два с половиной миллиарда погибнет. Третий сейчас человечество. Эта Библия уже предсказала две тысячи лет назад. А дальше будет один царь над всей землей, столица в Иерусалиме. Из колена Данова во храме сядет еврей. Один над всем миром. И ему царствовать сорок два месяца. Три с половиной года. Этого нету. Тысячи, две тысячи лет назад сказано, и все так подошло. А евреи, это все там, 13 миллионов. Там даже вот государство Израиль по берегу идет, но кромочка маленькая. В 500 раз больше территория мусульман и ничего не могут сделать. Сколько попыток было. Почему? Избранный народ Богом предсказано было, и так пойдет. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.